Добрый день! Сегодня мы поговорим об образовании множественного числа и сопряжении то что вы видите называется смехут существительных типа матус Если вам не совсем понятно о каких существительных идет речь я рекомендую ознакомиться с видео 853 ссылка находится в описании к этому уроку или в каталоге вы сможете найти Данный материал предназначен для изучающих иврит на среднем и продвинутом уровне Я беру существительное матус это самолет и хочу сказать самолеты то есть мы хотим получить множественное число Я должен прибавить окончание множественного числа в данном случае это будет окончание им к слову матус мы прибавляем окончание им и получаем существительное метусим Обратите внимание что у нас происходит было матус стала метусим то есть приставка ма она во множественном числе будет звучать по-другому будет звучать как ме метусим матус единственное число метусим множественное число и это слово у нас будет как эталон для подобного рода существительных Что у нас происходит в сопряжении megoch то есть я должен объединить два слова мотос и второе слово мусим мусим это пассажиры и второе слово условно как прилагательное то есть у нас получится в переводе самолет пассажиров Дословно, по смыслу, пассажирский самолет. Второе слово условно, как прилагательное. И обратите внимание, как я произнесу. Мэтос, но с им. То есть в сопряжении у нас тоже приставка ма будет звучать как мэ. Мэтос, но с им. Пассажирский самолет. Если мы говорим о конкретном самолете, на всякий случай я вам напомню, что перед первым словом смехута определенный артикль никогда не ставится. То есть если мы говорим о конкретном самолете, я должен буду сказать мэтос, а носим. Конкретный пассажирский самолет. Теперь я хочу сказать пассажирские самолеты. И мы знаем, что если у нас слово заканчивается на им во множественном числе, в данном случае мэтосим, если это первое слово в смехуте, то вместо окончания им у нас будет окончание эй. И мы произнесем мэтосэй, но с им. Мэтосэй, но с им. Пассажирские самолеты. Если мы говорим о конкретных пассажирских самолетах, тогда мы скажем мэтосэй, а носим. Конкретно эти пассажирские самолеты. И слово мэтос, мэтосим, у нас будет как образец. Мы с ним будем сравнивать при необходимости существительные такого типа при преобразовании их во множественное число и смехут. Давайте возьмем слово мануа. Мануа – это двигатель, мотор. Для того, чтобы сказать моторы, мы должны прибавить окончание им. И у нас получится мэ, но им. В единственном числе было мануа – корень этого слова нун, вав, айн. Однокоренные слова на двигается с буквой айн. Или мэния – глагол запускает в движение, приводит в движение. Это относительно редкие глаголы. И отсюда слово мануа – существительное, двигатель. Во множественном числе – мэ, но им. И мы опять обращаем внимание, ма поменялось на мэ. Было мануа, стало мэ, но им. Во множественном числе мэ, мы уже поняли, мэ, но им, теперь в сопряжении. Как сказать, например, бензиновый двигатель? То есть мы должны объединить слова мануа и бензин. Второе слово условно-прилагательное. Двигатель бензина. И мы скажем мэ, но а, бензин. То есть из мануа у нас получилось мэ, но а в смехуте. Мэ, но а, бензин. Во множественном числе, мэ, но им, в смехуте, если это первое слово, то у нас окончание им преобразуется в эй. И мы скажем мэ, но эй, бензин. Мэ, но эй, бензин. У нас получилось бензиновые двигатели. Я возьму следующее слово. Махог. Махог. Это стрелка. И корень этого слова. Хэт, вав, гимель. Такое же, как в слове хаг. Хаг это кружит. Кружится. Лахуг. Кружится. Неопределенная форма. Махог. Стрелка. Ну, например, стрелка часов. Как сказать во множественном числе стрелки? Мы прибавим окончание им. И прочитаем. Мехогим. Мехогим. Стрелки. В сопряжении, в смехуте. Например, я хочу сказать стрелка часов. Часы это шаон на иврите. Я скажу. Мехог. Ашаон. В данном случае с определенным артиклем. Это конкретные часы. Стрелка этих часов. Или вот эта стрелка часов. Мехог. Ашаон. Я хочу сказать во множественном числе. Стрелки этих часов. Я скажу. Мехогей. Ашаон. Мехогей. Ашаон. Стрелки этих часов. А если часов много, как приборов, много часов. Я скажу. Мехогей. А. Шеоним. Мехогей. А. Шеоним. Я беру следующее слово. Манов. Манов. Это. Кран. И. Например. Я хочу сказать. Кран. Сначала во множественном числе. Я хочу сказать. Краны. Подъемный кран. Имеется ввиду. Манов. Я хочу сказать. Краны. У нас преобразуется. Манов. В. Менуфим. Менуфим. Краны. Теперь. Я хочу сказать. Кран. Кран. Который используется. При спасении. Для того. Чтобы спасать людей. Спасение. На иврите. Это. Ацала. И. Соответственно. Мы. Скажем. Менов. Ацала. Менов. Ацала. Кран. Который используется. При спасении. Обращаем. Опять. Внимание. Так же. Как у нас было. Матоз. В сопряжении. Метоз. Так же. Манов. Менов. А если я хочу сказать. Во множественном числе. В сопряжении. Краны. Для спасения. Как бы. Спасательные краны. То. Я скажу. Менов. Фей. Ацала. Я еще раз подчеркиваю. Речь идет. О. Кране. Подъемном. Не о кране. Который. Поворачивается. Чтобы. Например. Воду включить. Там будет использовано. Другое слово. Теперь. Хочу. Подчеркнуть. Что. Вот эти вещи. Которые мы рассматриваем. В этом уроке. Ма. Переходит. В мэ. Это важно знать. Но важно. Не зацикливаться. То есть. Ни в коем случае. Не считать. Что. Если вы. Вместо. Мэ. Произнесли. Ма. То случилась. Трагедия. И. Ошибка. Ошибка. Ничего страшного не произошло. Многие ошибаются. Это нормально. Никаких проблем нет. И никто вам никаких замечаний не сделает. То есть. Главное. Не зацикливаться. Главное. Говорить. Просто. Когда мы услышим. Почему-то. Вдруг. Вместо. Матос. Звучит. Метос. То мы поймем почему. Главное это знать. Я отвлекся. Переходим к следующему слову. И мы его прочитаем по аналогии со словом Матос. Мы прочитаем это слово. Махон. 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 Институт. Здесь корень. Каф. Ваф. Нун. Такой же как в слове Мехин. Мехин это готовит. И Махон это место для подготовки. Институт. Там где готовят специалистов. Махон. Например. Во множественном числе давайте скажем институты. Мы прибавим окончание им. И по аналогии Матос. Метусим. У нас получится Махон. Мехоним. Институты. Теперь в сопряжении я хочу сказать институт дословно кошер мы переведем как физическая подготовка. Институт для физической подготовки. И обычно под вот этим словосочетанием Мехон кошер подразумевается тренажерный зал. То есть институт это не всегда место где сидят студенты и обучаются. Это может быть какое-то заведение которое громко себя называет институтом. На самом деле все намного скромнее. И вот Мехон кошер это тренажерный зал. Где люди свое тело готовят. Качаются. Качалка если я правильно называю это. И во множественном числе если я хочу сказать тренажерные залы. То вместо Мехон мы скажем Мехоней кошер у нас получится тренажерные залы. И еще одно слово которое я здесь написал сопряжение с Мехут. Мехон Бриут. Мехон Бриут. Это дословно институт здоровья. Но так получилось что под этим таким звучным словосочетанием обычно подразумевается публичный дом. Поэтому как бы вот нужно знать что некоторые словосочетания они не всегда связаны с непосредственным переводом. А нужно еще как бы знать что имеется ввиду. То есть где-то если написано или кто-то говорит Мехон Бриут. То это публичный дом. Имеем ввиду чтобы не перепутать. Я беру следующее слово. Маком. Маком это место. И во множественном числе если я хочу сказать места. Очень хочется сказать МЕКУМИМ. Но будем считать что бывают у нас исключения. Или в этой группе существительных. Таких исключений много. Поэтому их можно выделить как бы в отдельную подгруппу. Где во множественном числе вместо окончания им используется окончание от. Но при этом слово Маком мужского рода. То есть я например хочу сказать красивое место я скажу Маком Яфе. А красивые места я скажу МЕКОМОТ Яфим. Слово МЕКОМОТ. Мужской род. Множественное число. Несмотря на окончание от. И обратите внимание я произношу не МАКОМОТ. А МЕКОМОТ. МЕКОМОТ. МЕСТА. Теперь я хочу сказать место работы. Или рабочее место. То есть я делаю СМЕХУТ. Где слово МАКОМ первое. В этом СМЕХУТе. Я произношу МЕКОМ АВОДА. МЕКОМ АВОДА. Не МАКОМ АВОДА. А МЕКОМ АВОДА. И опять я подчеркну. Что если вы машинально вместо МЕКОМ АВОДА скажете МАКОМ АВОДА. Ничего страшного не произошло. Ни в коем случае мы на этом не зацикливаемся. Если мы говорим о конкретной работе. То мы ставим определенный артикль. Не перед первым словом сопряжения. У нас получится МЕКОМ АВОДА. Конкретное место работы. Или место конкретной работы. Теперь во множественном числе я хочу сказать рабочие места. Я вместо слова МАКОМ ставлю слово МЕКОМОД. У меня получилось МЕКОМОД ААВОДА. МЕКОМОД ААВОДА. Рабочие места. Следующее слово, которое мы возьмем. Давайте его прочитаем. МЕКОМ, приставка МЕМ и корень у нас здесь ЛАМИТ, ВАВ, НУН. Мы прочитаем МАЛОН. И однокоренной глагол ЛАНН это ночует, проводит ночь. ЛАНН. МЕЛИН тоже однокоренной глагол. МЕЛИН оставляет на ночь. Оставляет на ночлег. Слово МАЛЛОН это место для ночлега, гостиница. МАЛЛОН, гостиница. В современном языке слово во множественном числе, которое должно быть, это слово МЕЛУНОТ. МЕЛУНОТ, гостиницы. Не используется в современном языке или мало используется. Почему? Потому что есть еще слово МЕЛУНА. МЕЛУНА это конура. То есть место, где собака живет. Конура или там будка какая-то с собаки. И пишутся во множественном числе эти слова одинаково. МЕЛУНОТ и МЕЛУНОТ. Читаются по-разному. Пишутся одинаково. И чтобы не было путаницы, соответственно, слово МЕЛУНОТ в значении ГОСТИНИЦА используется редко. Как вместо этого сказать ГОСТИНИЦА? Мы будем использовать в современном языке словосочетание БЕЙТ МАЛЛОН. БЕЙТ МАЛЛОН. То есть дом для ночлега. По смыслу ГОСТИНИЦА. А во множественном числе, если мы захотим сказать ГОСТИНИЦА, мы скажем БАТЕЙ МАЛЛОН. БАТЕЙ МАЛЛОН. ДОМА для ночлега. ГОСТИНИЦА. БАТЕЙ МАЛЛОН. Давайте возьмем следующее слово. Мы прочитаем его. МАЗОН. МАЗОН это ПИЩА. И во множественном числе, это слово принимает окончание ОТ. И нужно произносить МЕЗОНОТ. Теперь с этим словом есть проблема, потому что в современном языке у него еще дополнительное звучание, дополнительный смысл. МЕЗОНОТ это ПЛАТА при разводе, которая, например, ОТЕЦ, который ушел из семьи, он платит своим детям. МЕЗОНОТ. И чтобы не было путаницы, то есть это не пища, если сказать ДМЕЙ, МЕЗОНОТ, это вот суммы, которые выплачиваются при разводе на содержание детей. И также слово МЕЗОНОТ это ПИЩА. Во множественном числе это разновидности пищи. МЕЗОНОТ используется иногда в словосочетаниях, это будет понятно религиозным людям, которые благословения произносят. МЕЙ, МЕЗОНОТ это разные виды пищи. А в обычном языке просто как ПИЩИ, во множественном числе разновидности пищи, мы МЕЗОНОТ использовать не будем. Будем использовать это слово в единственном числе. МАЗОН. В сопряжении, если это будет первое слово, то мы будем произносить его как МЕЗОН. МЕЗОН, например, я хочу сказать ПИЩА для рыбок, это будет МЕЗОН ДАГИМ, например, ПИЩА для рыбок. Алименты это называется, ДМЕЙ, МЕЗОНОТ, то, что я пытался объяснить другими словами. Я беру следующее слово, которое мы прочитаем как МАКОР. И корень здесь будет КУФ ВАФ РЕЙШ. МАКОР. Мы свяжем это слово, может быть, со словом КИР. КИР – это стена. И как бы МАКОР из стены. МАКОР – это источник. И это как бы то, что выходит из каких-то стен. Источник. Это может выходить не только из стен. Это может быть источник и водный тоже. Из скалы, например. Но будем считать, например, источник информации или еще что-то появилось из каких-то стен. Я, например, хочу сказать источник дохода. Я скажу МЕКОР АПОРНОСА. МЕКОР АПОРНОСА. В единственном числе МАКОР в сопряжении МЕКОР. И во множественном числе у этого слова прибавляются окончания ОТ. То есть не МЕКОРИМ, а МЕКОРОТ. Будем считать, что это исключение. Нужно запомнить. МЕКОРОТ АПОРНОСА. У нас получилось источники дохода. МЕКОРОТ АПОРНОСА. Я надеюсь, что это было не очень сложно и полезно. Напоминаю вам, что вы можете приобрести у меня книги издательства АХАС. Обращайтесь по электронной почте. И важно, для того, чтобы пользоваться моими материалами, желательно использовать каталог. То есть нужно попасть в каталог по ссылке. И дальше вы находите по уровню, который вас интересует. Начальный, средний, продвинутый. Или по теме, например, новости, или анекдоты, или кулинарные рецепты, или еще что-то. Вы находите интересующие вас материалы. Не забывайте подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали. Задавайте вопросы на интересные вопросы. Я с радостью отвечаю. С вами был Марк Харах. Лейтраут. До свидания.